эмоциональная зависимость от другого человека вот мы очень часто часто сейчас сталкиваюсь я ситуации когда люди со стороны просто вижу да когда человек начинает сам не замечая того начинает подключается к другому начинает эмоционально от него зависеть очень сильно при том это может быть мама от своих детей да она живет их жизнью и сама этого не замечает и кажется что она так сильно их любит и поэтому вот собственно это может быть мужчина который да тоже считает принимает это за большую любовь это может быть женщина которая к мужчине и думает что она так сильно влюблена на самом деле она не понимает не видит в какой-то момент она настолько зависит от того что он скажет что он сделает от его состояния там и тогда ты его поступков это подмена подмена моего внутреннего составляющего мира платформы моей потому что как только я начинаю реагировать на внешние факторы внешнюю среду не нужно под это дело подстраиваться и тогда человек под которого я начинаю подстраиваться он испытывает на уровне внутреннего комфорта вот такой диссонанс ему не очень хорошо потому что это как привязка это такая удавка на шее а мы чаще всего пытаемся понравиться это абсолютно детская позиция когда вот я сейчас вот платье садену бантики навяжу и вот я скажу посмотри какая хорошая он скажет да хорошая берем пойдем и он будет за меня все решать опять возвращаемся к тому же самому ответственность за собственные поступки есть действия которые я совершаю от себя лично для себя лично и потому что я так решила если я люблю этого человека моя любовь не может для него быть нагрузкой я ему или дарю это чувство им просто хорошо но взамен то я ничего не требую эмоциональная привязка это когда я даю сама думаю так подождите он мужчина рубль 20 а вы мне что пятерочку почему не дали взамен так не пойдет и начинается неудовлетворенность это всегда когда я хочу дать меньше чем получить больше или вторая история когда я эмоционально внутренне понимаю где-то глубоко внутри что я не состоялась я живу не той жизнью или мужчина живет не той жизнью который бы хотел жить и мы начинаем привязываться мы хотим в детях реализоваться мы хотим детям показаться какие мы хорошие мы за них все решаем мы их кормим одеваем поем мы их решаем лишаем их возможности жить но при этом поднимаем собственную значимость вот я какая я забочусь я я помогаю сейчас жизнь трудная надо везде потому что они сами не справятся мы не даем дышать другая история но это самое главное нужно понимать человек не хочет жить своей жизни не хочет проще где-то проще в чужой жизни поковыряться для того чтобы не участвовать своей вот как правило главное главное он сам не понимает какое-то бремя для другого человека когда привычка вырабатывается годами да естественно это не это я бегаю и делаю добро вот меня не просто я бегаю и делаю добро будет подожди почувствуешь не берута что такое то почему-то мне все отворачиваются потому что это настолько навязчиво это настолько беспринцип беспринципно действуется потому что я знаю что тебе нужно основной вот аргумент таких отношениях я знаю что тебе нужно а другой человек вообще не понимает почему за него это просто не надо просто не надо вот и все но обычно это родительские детско родительские отношения да или папа дочка это вот мужчина взрослая женщина девушка молодая там тоже так если человек случается чудо и человек начинает осознавать то что он попал в так в такую зависимость от другого человека что ему нужно сделать или да что вот что к тем первые шаги какие-то спасибо сказать тому человеку который он глаза открыл да и второе научиться действовать вот еще раз есть действие есть реакция когда я без конца реагирую я участвую в чужих ситуациях когда я начинаю действовать я принимаю решение куда мне идти что мне делать что мне сказать взять или не взять пойти в гости или не пойти в гости принять то ли иное приглашение или не принять пойти на ту или иную работу или не принять я несу тотально ответственность за собственные поступки тогда у меня кардинально меняется жизненная ситуация мне жизнь предлагает ну в лицах там друзей людей там имеется ситуации да а моя основная задача сделать выбор и я понимаю что я буду нести за это ответственность я понимаю что после этого выбора будут действовать и развиваться будет ситуация но мне уже не на кого будет перекладывать все это вот есть разница огромная между реакцией человека и действием. Если я понимаю, что, да, допустим, что действие, если человек понимает, что действие другого человека оказывают на него очень сильно эмоционально, то есть он сильно эмоционально реагирует. Это вот и есть зависимость, правильно? Если я там, допустим, я не знаю... Нет, если я эмоционально реагирую на кого-то, это моя реакция, это не действие. Это я от него зависима. Это не он от меня, а я от него зависима. Да, вот я должна понимать. Поэтому человеку, который это начинает понимать. Остановиться и разобраться. Он мне зачем или она мне зачем? Почему я хожу на эту работу, на которой без конца вытирают ноги обо меня? Почему у меня такой муж, который гуляет, приходит домой и пинает меня? Или почему у меня такая жена, которая вообще где-то долго-долго ходит, потом приходит и говорит, что ты виноват? Вот это зависимость. И первое, что нужно сделать, осознать, что она есть. Это зависимость. Это как сигареты, как наркотики, как алкоголь. Это всё зависимость. И первое, что нужно человеку сделать, согласиться с тем, что это зависимость есть. И сказать, что если этот человек уйдёт или из моей жизни, то я что? Нет, подождите, подождите. Да уйдёт, ещё мы не дошли. Пока соглашаемся, что это есть. Но вектор довести как-то до максимума. А потом вектор доходится. Постепенно с пониманием начинается состояние наблюдения. А что на самом деле происходит? За собой. Конечно, за собой. За ситуации, в которых я участвую. Если ко мне приходит мужчина, с которым я живу, муж, допустим, и без конца меня в чём-то упрекает, значит, он меня видит такой. Вот я такая. По причине чего? Почему я позволила этому мужчине, мужу своему, со мной так обращаться-то на минутку? Не он на меня наезжает, а я почему ему позволила? Давайте-ка разбираться. И спрашиваю, говорю, хороший мой золотой, это что у нас случилось-то? Ты чего орёшь, ты глазки вылупил? По причине чего? Ты кого видишь перед собой вообще? Да? И начинаем общаться, начинаем задавать вопросы себе и своему партнёру. Что в действительности у нас происходит? Какие нереализованные потребности, какие претензии накопили за тот или иной промежуток жизни? Прекрасно, если партнёр хочет разговаривать, или идёт на такую откровенную беседу. А если партнёр говорит, да ты что-то сегодня перегрелась, устала, так иди отдохни. Хорошо, мы начнём завтра. Я же хочу выйти из зависимости. Значит, я должна действовать. Действовать понятно, что мы 20 лет прожили, на 21-м году, я ему говорю, слышь, родной, давай-ка разберёмся, ты что к мне так плохо относишься? Конечно, он скажет, родной, подожди, ты сегодня действительно перегрелась. Но я-то понимаю внутри, что происходит. Значит, я захожу с другой стороны, я учусь разговаривать с людьми, в том числе со своим партнёром, на ему понятном языке. Если я вижу, что он не готов разговаривать, ну, допустим, да? Такого не бывает, если я преподношу правильно, если я никуда не тороплюсь. Первое, что нужно, вот я готова, я с этим мужчиной прожила 20 лет, я готова с ним дальше жить. Я к нему какие чувства испытываю? Не зависимость от чувствований. Вот если есть чувства внутренние, да, отбрасывается эмоциональная зависимость. Вот я, вот он такой, вот, иногда матом ругается, да, иногда домой не приходит, на рыбалку езжает. Там сапоги грязные у него. Но это меня не раздражает. Вот я к нему к такому привыкла, и мне с ним хорошо. То, что он меня, там, иногда, морда лица по столу, да, это я позволила. Я позволила. Не он решил, я позволила. Вот это самое главное, что нужно понять. А нужно изменить, какая реакция. Что я делаю такого, что вынуждаю его, вот, меня взять и шоркать. Вот как только я понимаю, по причине чего, как я его вывожу. Как я его вывожу. Что я делаю такого, да. Вот эта бессознательная программка, значит, его агрессия мне очень нужна. Значит, у меня есть внутри моя агрессивная какая-то, непрожитая ситуация, которая без конца поднимается. Я без конца, вот, вынуждаю, вынуждаю. То бишь, у меня есть неудовлетворённость. Не закрытая внутренняя. Что такое прошлое? Это огромное количество незакрытых ситуаций. Огромное количество. И вот они с периодичностью поднимаются. И вот мы с периодичностью у них играем. Сейчас играем в прошлое. Тогда настоящего нет. Вот это очень важно понять. Когда прошлое всё закрытое, отпущено, тогда в настоящем нет причины конфликтов. Важно понимать, прошлое не обязательно с этим человеком. Прошлое вообще моё. Да, прошлое моё. Прошлое мои, непрожитые эмоции. Как я жила по жизни? Начиная с самого детства. Ну да. Детство – это такое самое замечательное время. Так непросто, наверное, это отследить, вот этот момент. Ну да, вспомнить, что именно там вот раньше, когда-то в моей прежней жизни. Это непросто, просто. Мне это нужно. Тогда я не буду напрягаться. Когда я только захожу и говорю, ой, это сложно, мама дорогая. Тогда, поверьте, будет ситуация, и сложно развиваться. Когда я понимаю, что я уже взрослая девочка, ну, взрослая уже, и так как я живу, не хочется, ну, правда, не хочется, и не буду. Значит, что мне нужно делать? Принять на себя ответственность за собственные поступки и решения. Тогда ситуация начнет разворачиваться. Я начинаю уважать себя. Не гордиться, а не гордыня и страдать, не противопоставлять себя, кому бы то ни было, а собой заниматься. Я смотрю, вот на меня тут все бросаются по причине чего? У меня что, мордочка лица перекошенная или что такое? И вот как только это понимание происходит, тогда и все ситуации рассасываются. Ситуация всегда проваливается, когда мы перестаем на нее реагировать. Эмоционально отрицательно. Мы говорим, хорошо, дальше. Тогда ситуация перестает быть, потому что наша эмоциональная окраска всегда придает силу энергетике той или иной ситуации. А перестать эмоционально реагировать можно только в одном случае, если осознавать, что происходит. Понимать, да? Понимать. Почему причин? Искать причин. Все время задавать вопросы. Почему так? Мне это зачем? Для чего? Вот для чего возникла эта ситуация? И как я на нее реагирую внутри эмоционально? Как? И почему я так реагирую? Что мне хочется сделать? Да, вот что мне хочется сделать? Мне хочется заорать или улыбнуться? И по причине чего заорать? Конечно. Если я заору, значит, я пошла закручивать ситуацию в одну сторону. Если я улыбаюсь, говорю, простите, но мне это не надо. Тогда ситуация разваливается. Принимаю, понимаю, но не надо. Не сегодня. Вот сегодня не готова. Вот бывает. Вот звезды не так сошлись. Все. И тогда ситуация перестает быть. Для меня в частности. Для другого человека я не имею права ни морального, ни психологического за него что-то принимать. какие-то решения. Для меня ситуация закрыта. А как человек закрывает, это его история.